Здравствуйте, друзья! С вами самый недогадывающийся о приставаниях к нему 3000, Сэйджи! Поприветствуем его! Он... у них трапеза, жареных кисок. На самом деле, это довольно вкусно. Знаете, когда накалываешь буквально сок. С неё течёт сок. А Юме удалось не дать Мамоко сделать ничего глупого с теми спекциями. Это очень вкусно. Я знала, что тебе понравится, особенно с моей специальной смесью пряностей. Смесью... специальной смесью пряностей? Мамоко, что ты сделала с рыбой? Сделала ещё более вкусной. Мамоко! Я просто просила тебя приготовить рыбу! Никаких специй! Чего-то ещё! Всё в порядке, А Юме. Смотри, ему понравилось. Когда пряности неизбежно атаковали мой язык, я почувствовал, как начал сильно потеть. Сэйджи? Всё хорошо, да? Нет. Всё совсем не хорошо, Мамоко. Насколько я понял, ты едва меня не отравила. Что ты положила в рыбу? Порошок чили, конечно же. Острая еда – это лучший способ сделать его мужчиной, чёрт возьми! Она выглядела очень довольной собой. Воды. М? Что такое, Сэйджи? Почему ты так потеешь? Воды! Я нырнул в раковину всё время, прокручивая кран. Я не знаю, как долго я сидел здесь после этого. Моё чувство времени и причины на мгновение просто исчезли. А, так значит, тебе не понравилось? Конечно же, ему не понравилось! Ты, наверное, полностью запекла его в порошке чили. Я имею в виду, наверное, рыбу? Мамоко выглядело так, будто сейчас расплачется. Я просто хотела сделать его счастливым. Но вместо этого испортила ему ужин. Не только ужин, дурёха. Ну и кишечник. Мне действительно лучше что-нибудь сказать. Мне не нравится видеть Мамоко такой расстроенной. Всё хорошо, Сэйджи. Выбрось его, если тебе не нравится. Нет уж, погодите! Мы будем есть, даже пускай у нас зубы выпадут и сгорят глаза. Мы будем есть. Я обещаю. Я не буду больше пытаться готовить для тебя. Но я хотел бы, чтобы ты готовила для меня. А Юми может научить. Нет, я хочу, чтобы ты готовила весь трешак для меня. Но я хотел бы, чтобы ты готовила для меня снова. Э? Почему? Ты сделала это блюдо с лучшими намерениями. Я просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты сделала для меня Мамоком. Ты всегда такой снисходительный, Сэйджи. Это было бы бессердечно для меня ругать тебя за желание сделать что-то хорошее. Я не думаю, что смогу съесть остаток этого. Ну что ж, всегда есть возможность закончить. Вместо этого закажем пиццу. Это звучит великолепно. А Юми посмотрел на остатки приготовленного в филе лосося с разочарованием. Я думаю, ему уже не помочь. Если только Мамока не захочет попробовать свое собственное блюдо. Эм, я в этот раз откажусь, А Юми. Я уверена, что это вкусно. Так что, возможно, ты должна насладиться блюдом сама. В конце концов, хороший повар не пробует свою собственную еду, так? Вообще-то, очень важная часть готовки – дегустация своего блюда. Они пытаются засунуть друг другу Амас в рот. У них не получается немножко. Ты же хочешь стать лучшим поваром, не так ли? А разве ты не хочешь попробовать его ради себя? Я должен оставить место для пиццы, А Юми! Нет смысла злиться на все это. По ее словам, она вложила в него много любви. Ну что ж, я думаю, пицца – это тоже хорошо. Даже, даже совсем, даже совсем неплохо. Прошлая ночь была великолепна. Не считая того, что приходили клоуны, мы веселились до самого утра, что произошло до этого. Мы с лососем затусили возле по куску пиццы и, короче, потом обложили себя в ванной и почему-то употребляющие снаби-слабители. Мы едва смогли заснуть. Причины? Тому были причины, Сэйджи. Мы просто сидели здесь, разговаривая. Ну, конечно, с лососем. Это было прямо как-то, как мы привыкли делать, будучи еще детьми. Мы прятались в лесу, оставляя одежду далеко позади. Мы где-то должны были быть. Одним из наших любимых занятий тогда... Сэйджи, не продолжай! ...было просто рассказывать... Рассказывать истории о призраках. Те, которые я рассказывал, как правило, заканчивались тем, что один из призраков трогал всех вокруг. Ха-ха-ха. Нет. Что Юми и Мамоко прижимались ко мне от страха. Тоже неплохо. Я думаю, я стал намного ближе к ним после этой поездки. Я не могу сказать точно почему, но из-за их поступков я был в состоянии стать немного более открытым с ними. Я полагаю. Вернувшись в школу, я пытался держать себя в руках большую часть времени. А потом срывался на какие-нибудь, не знаю, игры в лесу. Все мы оказались в разных классах, так что больше мы не могли проводить много времени вместе. Больше мы не были соседями. Мой дедушка сдох наконец-то. Помог... Мой дедушка помог мне переехать в другой дом, которым он владел. Надеюсь, не в публичный дом. Он утвердал, что для меня будет полезно научиться жить самостоятельно. Хоть я наведывался в его дом раз в неделю, мне предоставлялась возможность также проводить с Аюми и Мамоко. Тем не менее, это все же не то же самое, что жить с ними по соседству. Точка. Это было хорошее напоминание, что друзья тоже важны. Может быть, поэтому они поступали так, как поступали. Они хотят провести время со мной из-за того, как мало мы виделись друг с другом. У меня точно нет множества друзей, а выбросить тех немногочисленных, что у меня есть, я себе позволить не могу. Оставаться с дедом наедине после всего, что было в детстве, это просто опасно. Правильно, Сейджи? Очевидно, что это что-то, на что я не обращал внимания ранее, но я заметил то, что время идет очень медленным, когда я не фантазирую. Это очень-очень-очень скучно. Я думаю, эти двое слишком много спят. Может быть, вставать с ними поздно... Может быть, вставать с ними поздно, это не лучшая идея? Нет, я... Я не должен говорить этого. Они хотят провести больше времени со мной после обеда. Я все еще не выполнил ничего из того, что эти двое запланировали. Как я должен сделать это? Я не такой уж идиот, который Айоми привыкла меня считать. Казалось, что они начали взрослеть намного позже. В нашем детстве всегда был тот или иной случай, когда они воспользовались. Ну, че? Воспитывались? Может быть, они пытаются напомнить мне, что мы знаем друг друга уже в течение длительного времени. Если то, о чем я думал прежде, правда, тогда это имеет смысл. Поскольку они давно меня не видели, я думаю, они делают все возможное, чтобы убедиться, что я не потерял связь с ними. Это что происходит? Был какой-то провал во времени после того, как они того лосося ночью съели? Что-то произошло реально. Я думаю, что, по крайней мере, частично выяснил их странное поведение. Все эти разговоры о проведении времени со мной, желание того, чтобы я был здесь, вместо того, чтобы оставаться в фантазиях. Я думаю, что я что-то значу для них, если они так стараются. Браво, Сейдж! Браво! Эй, вы двое! Вставать собираетесь? Дверь быстро открылась со скрипом, и они выволокли себя в гостиную. Следом вышла форель. Доброе утро, Сейджи! Момокла бы... Момокла, бля. Момока была сама не своя, это было заметно. Так же, как о Йоме. Они выглядели ужасно истощенными. Возможно, у них ломка после спейсовой лососины. Доброе утро! Я бы не назвала это хорошим утром. Как долго вы не ложились спать после того, как я ушел? Не так уж и долго. Ну, это она обнадеживает. Они не выглядели так, будто собираются идти на пляж. Вы не собираетесь идти на пляж сегодня? Вы выглядите так, будто вам нужно больше посп... Абсолютно нет! Нам не нужно отдыха! Все признаки ее недосыпания мгновенно исчезли. Это же случилось и с Йоме. Эм, ладно, вы уверены? Да. Да, мы уверены, идиот! Ничто не остановит нас от похода на пляж. Очень решительно, на это почти страшно смотреть. Так что мы собираемся делать сегодня, Сейджи? Я придумала столько всего, что мы могли бы сделать. Мне кажется, мне не нужны никакие уроки плавания сегодня. Я более чем готова взять океан на себя. Оу, тогда не хотела бы ты провести время с Эйджи? Да, да. Нет, то, чтобы я хотела провести с ним время наедине или что-то такое. Кажется, воды для Мамоко никогда не будет достаточно. В школе она была чемпионом по плаванию. Один из учеников шутил про то, что на самом деле она русалка, которая отрастила ноги вместо плавников. Да ладно, я не рассказывал об этом вначале. Что ее папа осьминог? Или чей там папа осьминог? А Йоме? Какая разница, они близнецы. Почему-то Айюми не ходит рядом с водой. Что не так, Айюми? Совсем ничего. Просто я не хочу плавать сегодня. Сегодня было бы весело просто расслабиться. Она громко зевнула. Думаю, я понимаю, почему она не хочет плавать. Пока я сидел на пляже с Айюми, я медленно рассматривал ее булки. Оглядываясь назад на ее, так сказать, замечательную фигуру, как мои глаза начали двигаться по собственной воле. Вот в том... Я про это и говорю. Я не смог остановить и смотрел на... Нечто. Назовем это так. Нечто. Что у тебя на уме, дурак? Я немедленно очнулся и отвел взгляд. Ничего. У тебя опять это выражение лица. Не то, чтобы я о тебе волнуюсь или что-то еще. Я просто думаю, что ты выглядишь глупо, когда ты так делаешь. Просто думаю о предстоящих экзаменах. Зачем думать об этом? Мы здесь, чтобы забыть о наших заботах, разве нет? Да, но разве тебе не кажется, что не волноваться об этом плохая идея? Я хочу хорошо закончить этот год. Может быть, занять первое место в классе? Я говорю это Айюми, одной из лучших учениц в нашей школе. Она просто покачала головой. Нет, нет, дурак. Ты думаешь, что я не смогу сделать это? Это... это не так. Я думаю, что ты делаешь это из-за неверных причин. Что ты имеешь в виду? Ты делаешь это потому, что хочешь попасть в хороший университет. Или ради чего-то еще. Или просто для того, чтобы выделиться. Это действительно хороший вопрос. Но это один из тех, о которых я бы предпочел не думать прямо сейчас. Сейчас бы я хотел разглядывать ее сочные ракушки. Я не знаю, я просто чувствую, как будто меняюсь. Иногда ты должен сделать усилия, чтобы стать лучше. Так ведь? Может даже убить пару жертв? Как бы... Что? Чтобы стать лучшим. Тебе не нужно быть лучшим, чтобы быть счастливым. В действительности, я думаю, слишком много людей игнорируют собственное счастье в погоне за высшим благом. Она радостно взмахнула ногой вверх-вниз. Взгляни на Мамоку, например. Нет мозгов, но она так счастлива. У нее ужасные оценки. Но они ее никогда не расстраивали. Сэйджи, я просто хочу сказать тебе. Ты должен начать смотреть на вещи на Земле, а не в космосе. Здесь может быть что-то, что ты пропускаешь, пока ты не смотришь. Что-то, что я пропускаю, пока не буду смотреть. Ничего не приходит в голову. Тогда ты должен смотреть внимательнее прямо вот сюда. А Юми встала и развернулась своей задницей прямо к моему лицу. Ну я подумал о космосе сразу же. О прекрасной луне, которая переливается в полнолуние. Что меня навело на эти мысли, я не знаю. А Юми встала, потянулась и громко зевнула. Здесь было бы очень легко заснуть... Заснуть? Засоснуть. Здесь было бы очень легко заснуть, слушая волны. Эй, Сэйджи! На минуту ты выглядел так, будто вылетел в открытый космос. О, да, я думал о луне. Помни, никаких фантазий. Не волнуйся, я не фантазирую о космосе. Просто думаю о кое-кое-кое. Какого о чем? Я думаю, в этот раз его можно простить. Не думаю, что я дам ему уйти безнаказанным в следующий раз. О чем ты думал? Кажется, что ты был очень сконцентрирован. О, да я охратил просто... О, я планировал полет на луну. Просто размышлял над тем, что сказала мне А Юми. Я не могу избавиться от этого чувства. Что-то тревожит меня с тех пор, как мы пришли сюда. Они обе... Я не знаю. Иногда, когда ты со своими друзьями, ты можешь сказать, что что-то не так. Это не что-то очевидное. Это что-то очень тонкое. Например, жопа А Юми перед твоим лицом. Тем не менее, из-за того, насколько это тонко, ты не можешь сделать из этого большую проблему. Потому что ты не знаешь, есть она или нет. Но на этот раз я абсолютно уверен. Если что-то беспокоит их, есть только одна вещь, о которой я могу подумать. Они вышли из воды. Я думаю, сейчас хорошее время, чтобы спросить их об этом. А Юми, я только что подумала, что хочу сказать тебе кое-что. Когда ты плаваешь, это не выглядит как плавание. Это больше похоже на то, что называют утоплением. И ты не хотела бы этого, поверь мне. Избавь меня от этих нисходительных советов, Мамоко. С каждым разом у меня получается все лучше. Скоро ты попросишь меня спасти тебя. Я сомневаюсь в этом. Как ты можешь говорить это с такой уверенностью? Очень просто. А Юми выглядела подавленной. Вы двое. Могу я вас кое о чем спросить? Они посмотрели на меня. Что такое, дурак? Да, глупыш. Глупыш мне больше нравится. Мамоко подошла слишком близко, нарушая молитвичное пространство настолько, что я потерялся где-то в падении между ее больших круглых глаз. Хочешь узнать о моих трех размерах? Мерах? Трех размерах. Как бесстыдно, Сейджи, но для тебя я раскрою их с удовольствием. Нет, не то что это, что я как бы это... О, ты так хочешь знать? Не выдавай свои слова за мои. Я вообще не собирался об этом спрашивать. Она окончательно сбила меня с того, что я хотел сказать. Не похоже, что она не собирается останавливать... Останавливаться. Но разве тебе даже немного нелюбопытно? Она шаловливо улыбнулась, когда говорила это. Если ты подойдешь немного ближе, я прошепчу тебе их. Она наклонилась и прислонилась своими губами к моему уху. Шепчи, детка. Шепчи, шепчи. Расскажи мне о своих размерах. О, да. Какой первый размер? О, какой хороший размер. А второй? Второй тоже ничего. Третий. Господи, третий размер. Третий размер. Я почувствовал, как мое сердце замерло. Стоп, почему я позволяю себе... Мои размеры это... Нет, Сейджи, не позволяю себе отвлекаться. Она сделала паузу, наслаждаясь мгновением молчания. Секрет. Когда она сказала это, я почувствовал, как мое сердце ушло в пятки. Она дразнила меня это все время. Все время меня это. Мне нужно сохранять свои секреты, Сейджи. Если я буду везде ходить и рассказывать всем, то они перестанут быть секретами. А всем так интересно, какого размера у тебя грудеха. Эта девушка, чистое зло. Дурак, Сейджи. Не могу поверить, что вот так дал ей обвести себя вокруг пальца. Но теперь я должен... Хватит, ты всегда ведешь себя так неприлично, мамоко. Я уверен, что Сейджи предпочитает кого-то, кто знает, когда нужно поступить сдержанно. С другой стороны, Аюми... Ей вовсе не нужны секреты. Я знаю все три из них. Остановись сейчас же! Этот извращенец вообще не должен их знать! Я все равно не хочу их знать! Что у них за проблема с размерами? Как бы... Зачем? Как будто он типа купит одежду такую же и будет одевать и говорить... Я Аюми, я мамоко! Зачем? Что? Или он им подарит белье, и они умрут со стыда? В чем проблема? Что значит не хочешь знать? Я недостаточно хороша, дурак? Не она ли была рассержена мыслью о том, что я узнаю? О, моя Аюми! Может быть ты втайне хочешь, чтобы он узнал? В любом случае, то, что я хотел у вас узнать, было о том, как вы двое себя вели. Ир хотел сказать вам один свой размер. Что ты имеешь в виду, глупыш? В этом не было ничего необычного? Если ты о том, как я терплю твое присутствие здесь, то это услуга, которую я готова была оказать с самого начала. Выражать удивление от этого сейчас глупо. Это просто... Как же мне это сказать? Я заметил что-то за последние пару дней. Что-то? Например? Мамока отнеслась к этому очень серьезно. Что такое Сейджи? Сейджи опять? Аюми тоже восприняла это серьезно. Что-то случилось с вами двумя до того, как мы приехали сюда. Я просто почувствовал, как вы были сами не свои последнее время. Это же проблема, не так ли? Может быть. Я не могу сказать наверняка. Я не обращаю внимания на свои проблемы. Ну ладно, в этом вся мамока. Хотя я не знаю, есть проблема или нет, не вводи в заблуждение. Но если это проблема, как ты думаешь, что это может быть за проблема? А, ну... Они обе смотрели на меня с предвкушением, ожидая мой вопрос. Как бы выразиться? Какого размера мой секрет? Что? Они выглядели все раздражительнее и раздражительнее. Итак, вам двоим нравится что-то. Действительно это что-то, а не кто-то. Кажется, они обе были в состоянии шока. Я? Эм? Боже мой! Мамока на самом деле взволновалась. Так ей все-таки кто-то нравится? Не задавай таких вопросов! Некрасиво совать нос в личную жизнь, дамы. Что с тобой не так, распространитель слухов? Мне просто любопытно. Вы вдвоем вели себя немножко похоже. Вы говорили друг с другом и даже немного краснели перед тем, как мы отправились в эту поездку. Вы говорили о том, кто вам нравится? Они выглядели будто сейчас расплавятся. Огромные струи пара извергались из их ушей. Я недалек от правды. Сейджи, ты не можешь просто так взять и спрашивать такие вещи. Ты сам должен додуматься. Я предполагаю, в этом и был весь смысл. Их реакция говорит намного больше, чем что-либо еще. Я думаю, наконец-то я на верном пути, Дон Кихот. В любом случае, к чему это может привести? Почему ты спрашиваешь об этом сейчас? Я не хотел, потому что я думал, что это может отвлечь вас от веселья. Но что бы это ни было, я думаю, что это беспокоит вас обеих. Так что если вы хотите поговорить об этом, я всегда готов. Вот он, наш Сейджи, всегда такой внимательный к другим. Я не часто вижу Мамоко удивленную так долго. Ну-ну, буду с тобой откровенна. Может быть, мне кто-то нравится. Только все же я не знаю наверняка. Так что не думай, что я признаю что-то. Не стоит благодарности, не стоит. Ну, так или иначе, я знаю его уже давно. Он некто очень особенный для меня. Хотя мы просто посмотрим, что произойдет. Точно, неопределенность должна быть тревожить тебя. Ты абсолютно прав. Если что-то и удивляет меня в тебе каждый раз, Сейджи, так это твоя интуиция о таких вещах. О, да у него просто... Он просто Ванга. Не перехваливай его. О, точно. А Юми, с тобой ведь то же самое. Я, я, я не должна отвечать, если не хочу. Но если это спрашиваешь ты, Сейджи... Я думаю, что, возможно, мне кто-то нравится. Это грандиозные новости. Им, возможно, кто-то нравится. Ху-ху. Пятачок. Но опять же, они могут просто разыгрывать меня. В особенности, Мамоко любит дразнить меня подобным образом. С другой стороны, о Юми... Нет, она редко даже делится тем, что у нее на уме. Я прекрасно знаю, что она обычно говорит полная противоположность тому, что думает. На данный момент я думаю, что они... Они были откровенны со мной. Это кто-то, с кем ты очень близок. Кто-то, с кем я очень близок. Кто же это может быть? С того момента, как они стали популярными в школе, они общались с кучей парней. Ну, в большинстве случаев они отшивали парней. Не желали говорить с ними. Но так или иначе. Они знают много людей. Но они также сказали, что это кто-то, кого я знаю. В любом случае, почему они так волнуются об этом? Потому что это... ДЕДУШКА! Будет ли это плохо, если я узнаю, кто это? Неожиданно до меня дошло. Кто бы это мог быть, дедуля? Может быть, это... Они смотрели на меня очень восторженным. КАПИТАН БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА! Выражения на их лица стали очень угрюмыми. Что? А он не общается с вами все время, разве нет? Ну, не сколько общался, сколько они все время его бесили. Они просто продолжали возвращаться еще более решительно настроенными, нежели ранее. Мамока надулась. Так близко, но все еще так далеко, Сейджи. Он бы не понравился мне даже через тысячу лет. Честно говоря, иногда я не могу тебе доверять. Этот парень полный идиот. Даже больше, чем ты. Простите, честно говоря, я не знаю, кто может быть еще хуже, чем я. Ой, они тяжело вздохнули. Однажды, Сейджи? Возможно, однажды. Может быть, ты додумаешься. Почему-то мне это так не кажется. Джеже Велл Плей, короче, Рипскинс. Она действительно выглядит очень расстроенная из-за этого. Мамока, все в порядке? Я больше не хочу плавать. Наклонившись, она быстро подняла свои вещи. Ты не только совершенно не понимаешь мои чувства, но ты даже не говоришь мне, что с тобой случилось. Что случилось со мной? Ну да, дедуля, лес, ночь. Но я в порядке. Мы обе знаем, что ты встревожен чем-то. У тебя такое выражение на лице. Такое угзюмое. Она начала уходить с пляжа. Эй, ты куда ты? Куда ты? На прогулку. Одна. Я открыл рот, чтобы сказать что-то, но потом туда залетела муха. Я закрыл его, хорошенько прожевывая все, что туда попало. Это неподходящее время для меня, чтобы говорить что-то. Когда жуешь, я глухонем. Я обернулся на Айюме, ее взгляд сверлил дыру в моей голове. Боюсь, я чувствую то же самое. Мне нужно время, чтобы побыть наедине. Я часто это говорю, но иногда ты, правда, такой тупой. Мы достаточно тебе доверяли, чтобы поговорить о наших чувствах. Тем не менее, ты избегаешь разговора о своих. Что ты имеешь в виду в моих чувствах? Ты знаешь, что я имею в виду. Если ты думаешь, что обманул кого-то, то ты ошибаешься. Это начинает обретать смысл. Может быть, это не имеет никакого отношения к любви. Но я медленно отталкивал их, и они заметили это. Айюме сошла с мели и ушла в противоположном направлении. На мгновение я просто стоял и пытался осознать, что сейчас произошло. Точка. Но почему они отреагировали так? Только потому, что я ошибся? Они выглядели такими счастливыми, когда я собирался угадать. Возможно, они расстроились из-за того, что я спросил, а потом, что не угадал. Черт, иногда я действительно желаю быть умнее. Или, возможно, я не понимаю их, потому что я парень. Так как же я должен поступить? Но одна из них не хочет говорить со мной сейчас. Может, мне тоже стоит пойти прогуляться? Должно быть, они взяли телефон с собой. Я смогу написать им позже, узнать, где они. На этом все, друзья. Длинная-длинная серия Сакуры Бич подошла к концу. Много всего. Чувства, тупости, воспоминаний, надежд и разочарований были сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Пока. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.